раз два привет всеми вы на канале китай qx у нас очередная посылочка из китая эта посылочка стоит 5 или 10 долларов в зависимости от комплектации как вы видите у меня две комплектации я хочу показать вам одну и вторую это у нас звуковой усилитель звуковой усилитель на 50 ватт марка усилителя zk 52 л этот усилитель может выдать мощность на две колонки по 50 ватт короче как я и говорил две комплектации 1 вот такая вот обычная без корпуса без ничего только с крутилочкой и проводочком она стоит около трех 5 долларов в зависимости от скидок и также есть вот такая вторая версия которая у нас с полным корпусом кому какая нравится кому какая больше подходит берем если у вас есть 3d принтер для вот этого можно напечатать в принципе вручную так знать что у нас тут говорит продавец как он уверяет она может работать от 5 до 24 вольт это мы проверим раскачивает колонки 2 по 50 ватт тоже проверим но это при вольтаже 24 вольта если вольтаж будет меньше естественно колоночки надо и слабее ну колоночки принципе будут играть любые просто не на максимальной громкости так давайте еще что вес устройства 55 грамм и размеры устройства 38 55 на 17 это если вы берете с корпусом у нас используется твердотельные конденсаторы на 470 микрофарад вот так вот это выглядит и вот такая вот микросхемка если интересно как я и говорил питается от 5 до 24 вольт это мы далее будем проверять еще у этого устройства есть приложение мы его тоже будем рассматривать ну что ж что еще могу сказать а также можно подключать 8-омные колонки и 4-омные колонки 8-омные колонки до 38 ватт 4-омные до 50 ватт естественно в паре но само подключение как вы поняли его осуществляется вот таким вот обычным гнездом как во всех вайфай роутерах не знаю стандартная там 5 миллиметровый джек левая колонка правая колонка минусы у нас по центру желательно подключать правильно также у нас есть крутилочка громкости и она служит также и выключателем то есть щелчок выключаем щелчок включаем и регулируем громкость ну что ж устройство bluetooth просто bluetooth больше у него нету ничего давайте мы его сейчас подключим и будем тестить а подключать моего будем вот к такому блоку питания от 1 до 24 вольт с током 2 ампера принципе я думаю для моих колонок этого будет достаточно у меня две колонки по 25 ватт надеюсь он их раскачает потом что у меня еще есть вот такой вот тестер будем проверять реальный вольтаж и потребление ну что ж первый запуск смотрим что происходит а стартует он от 4 вольт ну почти от 4 вольт и подключается вот таким вот макаром нажали подключились дали разрешение все все заработало как вы можете слышать при маленьком вольт вольтажу идет такая рябь короче вольтаж желательно 5 вольт вот реально при пяти вольтах работает стабильно но когда мы начинаем добавлять вольтаж усиливается басы басы стают намного приятней то есть я бы его питал минимум от 9 вольт 9 12 вольт это если у вас там колоночки повод 20 принципе 15 если у вас конечно колоночки мощные то и естественно вольтаж надо хороший вольтаж и ампер аж то есть при 24 вольтах чтоб раскачать две 50 ватных колонки вам понадобится прям 4 ампера тока то есть плачет на 4 ампера значит что еще хочу сказать он греется я его послушал буквально на средней громкости минут 20 он еле теплый где-то примерно градусов 30 35 но не забывайте что у меня колонки 25 ватны если вы собираетесь использовать его на максимум то желательно на микросхемку прилепить радиатор даже не желательно обязательно это будет обеспечивать хорошее охлаждение и ваш усилитель проработает намного дольше по звуку вот вы слышали я включал громче тише как растет потребление тоже замечали ну максимум что я заметил в пиках на басах на моих колонках 24 вольта получается потребление 1 и 8 1 и 9 ампера то есть в принципе реально раскачивает две колонки по 25 ватт не хочу делать на максимальную громкость потому что прям жалко колонки я чувствую что этот усилитель выдаст больше при таком вольтаже раз-два-три и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Качество звука трудно сказать, но играет, играет хорошо, есть высокие, есть низкие. Давайте еще посмотрим, что у нас есть в приложении. А вот так вот выглядит у нас приложение, ничего тут особенного. Устанавливаем, кстати, ссылочка в преданном приложении в описании, потому что скачать его с Play Market нельзя. Ссылочка в описании, также там есть ByMeiCoffee, поддержите канал, буду очень благодарен. Что ж, по приложению заходим, вот просто дали ему разрешение, все классно, все запустилось, подключаемся к устройству. Вот наши настроечки в устройстве. И что мы видим? А ничего тут особенного нет. Можно переименовать устройство, задать пароль подключения, выставить громкость вот этих вот уведомлений при подключении, отключении. Выключить вообще эти уведомления можно. Потом можно запрашивать пароль, не запрашивать пароль при подключении. При первом подключении И можно просто что-то вырезать Какой-то звук, не знаю для чего и как оно работает Ну и удалить устройство Все, все настройки приложения Я думал тут будут какие-то настройки басов Или еще что-нибудь Конечно было бы классно, жалко что нету Но прикольно что тут можно выключить уведомления Ну вот и все по приложению Ссылочка на приложение в описании Также ссылочка на устройство в описании У продавца есть вообще разные На любой вкус С крутилочками сверху, сбоку, с USB, с радио Какие душе угодно Все ссылочки в описании Ну а вы были на канале Китай QX Еще в конце немножко тестов Подписываемся на канал, ставим палец вверх Не забываем за колокольчик Делитесь этим видео, не забываем за BuyMeCoffee Все, всем пока, ждем следующее видео Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok